Всем привет, дорогие друзья! Это Савай, я продолжаю учить вас плохому в игрухе с Тесфектори. Сегодня мы с вами будем разбираться с такой простой вещью, как открытие всех технологических цепочек альтернативных рецептов без необходимости бегать за жесткими дисками. Зачем вы будете это использовать? Это другой вопрос. Это можно использовать для тестирования. Например, на моей тестовой карте и тестовом же полигоне вся эта штука сделана, потому что смысла тратить время на открытие нет. Если вам для каких-то целей тоже нужно, то сейчас расскажу, как это сделать. Поехали! Для начала нам потребуется сайт с Тесфектори калькулятор.ру. Это онлайн сайт. Ссылка будет в описании, но его также очень просто загуглить. Так вот он выглядит. Здесь можно переключиться на русский язык, если у вас там что-то не так. И не забывайте переключаться на экспериментальный бранч, если вы на нем играете. То есть эксперименталка открывается только если вот здесь выбрана эксперименталка. Далее вам необходимо открыть интерактивную карту. Сама интерактивная карта нас интересовать не будет. Нас будет интересовать пункт загрузка сохраненной игры. Мы загружаем там сохраненную ранее игру. Она у нас появляется. Здесь мы видим абсолютно все, что у нас построено. Еще здесь есть такая штука, как исследование. Если вы жамкнете туда, то у вас будет вот примерно вот такая вот штука. То есть, соответственно, если вы не переключитесь на экспериментал, то Тир-8 вы здесь видеть не будете. Ну и дальше все, в принципе, предельно понятно. То есть Тир-0 и вот эти вот штучки позволяют нам открыть, либо закрыть любую технологическую цепочку по вашему выбору. То же самое Тир-1, Тир-2, Тир-3. Вот здесь, например, на этой карте весь Тир-8 закрыт. То есть мы можем нажать вот сюда и открыть себе сразу абсолютно все, что тут есть. Кроме этого, у нас есть альтернативные рецепты. Часть из них была добавлена уже позже и, соответственно, их тут нет. История точно такая же. То есть альтернативки, которые изначально не было, можно открыть здесь, просто нажав на это. То же самое касается ММА. Это все абсолютные исследования. И то же самое касается Чудо-утилизатора, если у вас там что-то не сделано. Все. После этого сохраняйте игру в ту же самую папку, из которой вы ее забрали, и все у вас будет работать. Я не рекомендую все это делать, особенно если он новичок. Но если вы какой-нибудь старичок, который решил, не знаю, там на пятисотом часу игры создать себе новую базу, то явно у вас удовольствия от того, чтобы бегать туда-сюда за дисками, уже не будет. А технологии вам как-никак пригодятся. Поэтому использовать это можно, но при первом прохождении я бы очень не рекомендовал. Вы себе испортите половину впечатлений от игры. В следующей серии я научу вас еще чего-нибудь плохому, а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, обязательно подписывайся на канал Паблик ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, присоединяйся к моему Дискорд-серверу, оставь комментарий, поставь лайк, потому что это бесплатно для тебя, а при этом очень сильно поможет продвижению канала. Спасибо за просмотр.